8 мая на территории гимназии номер 3 школьным ученическим самоуправлением была организована праздничная линейка в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «У времени своя память, и мы не имеем права забыть ужас этой войны, чтобы она не повторялась вновь. Никто не имеет права забыть ветеранов, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. И долг каждого хранить и передавать память о тех страшных для всего народа днях, из поколения в поколение», отметил директор гимназии номер 3 Резван Галоев. «В прошлом году, когда мы ее проводили, горожане очень положительно относились, поддерживали, поздравляли друг друга. И здесь, пользуясь случаем, хочу поздравить всех россиян нашим великим праздником, одним из лучших и прелестных праздников весны. День Победы, когда он приближается, действительно поднимает дух и патриотизм». По окончанию торжественной линейки учащиеся с 7-х по 11-й класса развернули георгиевскую ленту вдоль Махачкалинской трассы, длина которой составляла 120 метров. Напомним, что в 2016 году в этот же день гимназисты развернули ленту длиной 100 метров. Атрибут акции представляет собой символическую ленту, в которой использован традиционный бикалур георгиевской ленты. Он не является ее точной копией, но признан ассоциироваться с символом доблести и славы. «У каждого человека должна быть гордость в душе за то, что их предки, их прадеды сражались для того, чтобы мы жили, мы радовались жизни. И это вся их заслуга». «День Победы – это очень важный праздник для нас, для нашей страны, в частности для нашей школы и для наших гимназистов. И поэтому, выражая благодарность ветеранам, мы вышли сюда, чтобы сказать им спасибо». Проезжающие водители активно поддерживали акцию, приуроченную годовщине Великой Отечественной войне. Акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой учащиеся раздавали ленты на улицах города, проводится ежегодно в целях напоминания каждому об истории суровых военных лет. О тех, кто ценой своей жизни подарил каждому ясное небо над головой и светлое будущее. Бурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».